МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И будущего антикризисного плана господина Кудрина и его команда. Назовем это так. И его признах. Хорошо. Но, на мой взгляд, это самая настоящая провокация. Это такой информационный вброс, осознанно сделанный в конце года, когда уже основная масса наших соотечественников не обращает внимания на информационные потоки, а больше занимается праздничными приготовлениями и так далее. И осознанное столкновение, противопоставление в части социальных расходов, военных расходов, образованию, здравоохранению. Я хочу понять, вот с вашей помощью, это что? Ну, как что? Это же Гайдаровская команда, вот она и работает, собственно. Вы тут говорили, что 16-й год, год упущенных возможностей, будет и 17-й год. Нет, конечно. Но, еще раз повторю, мы с 91-го года живем в рамках Вашингтонского консенсуса. Ну, с точки зрения либералов там были очень небольшие исключения. Да, был Маслюков с Примаковым, был Геращенко какое-то время. Но, в общем и целом, это Вашингтонский консенсус. В рамках Вашингтонского консенсуса у нас не может быть росты экономического. О чем речь идет? Вы знаете, министр финансов России Антон Силуанов, я был свидетелем этого диалога с академиком Глазьевым, сказал, что он ничего не знает о Вашингтонском консенсусе. Ну, не знает, не знает. Вы считаете, что он очень образован? Но он дурачка включает. Ну, может быть, не знаю. Вы знаете, я когда с ним познакомился, он был замначальником департамента макроэкономической политики. Дело в том, что в Министерстве экономики в те времена, когда там была мощная структура, была структура параллельная. Были отраслевые департаменты, были специализированные департаменты. И некоторым аналогом департамента Силуанова был мой департамент кредитной политики. Хотя не совсем точный, потому что в Минэкономике был еще департамент макроэкономической политики прогнозный. И я очень хорошо его помню по тем временам. Он такой очень качественный исполнитель. И, разумеется, он не будет ничего говорить по поводу тех вещей, которые могут вызвать недовольство его кураторов. А куратор его главный – это Кудрин. А Кудрин, разумеется, не заинтересован в том. Хотя на самом деле то, что он говорит и про социальную политику, и про оборонку – это некоторая демонстрация. Он говорит, как мы приняли в 1991 году позицию, если угодно апеллирующуюся к тезисам, которые приписывают Маргарет Тэтчер, что для экономики трубы на этой территории должно быть 15 миллионов человек. Остальные должны сдохнуть. Вот мы и будем проводить такую политику, чтобы они сдохли. Ну что там говорили Гайдар и Чубай? Ну да, ну и что? Цинизм, геноцид. Человек, которому поручено разработать антикризисный план. Почему? Он разрабатывает антикризисный план в рамках Ложингтонского консенсуса. А о последствиях он не дыхает? Еще раз повторяю. Или он очень четко представляет эти последствия? Команду. О последствиях думает команда. А его задача в рамках этой командной политики разработать программу. Он ее разработал. Этот вброс, он сделан специально? Ну в некотором смысле, да. Вы поймите, тут же такая очень сложная ситуация. Дело в том, что эта команда, ну которая нам поставила Гайдара и Чубайса, которая нам организовала приватизацию, которая организовала разрушение российской экономики, которая организовала ликвидацию инвестиционного рубля и так далее и тому подобное, она же в этом году, причем буквально полтора месяца тому назад, понесла как бы тяжелейшее поражение. К власти в Соединенных Штатах Америки пришел Трамп. Да, человек из другой команды, изоляционистов. Значит, эта команда финансистов до безумия боится, что Трамп договорится с Путиным. По этой причине они должны до того, как Трамп с Путиным встретятся и появится возможность их договоренности, поставить Путина в ситуацию, при которой он договориться не сможет. Что для этого нужно сделать? А что это за ситуация? Подождите. Для этого надо вменить Путину политику финансистов, которые категорически не устраивают Трампа. То есть фактически речь идет вот о чем. Значит, у Трампа имеется некая логика, что он говорит там об изоляционизме, о валютных зонах, еще чего-то, о ликвидации транснациональной банковской системы. Политика Кудрина, Набиулина и Силуанова – это политика ликвидации национальной финансовой системы, но в нашем случае российской. Это политика как бы отдачи всего и вся на Запад. Но мы видели, как по приказу МВФ Набиулина обрушила рубль в декабре 2014 года, и мы потеряли 200 миллиардов долларов. Просто так. Те, кто считает, что это все было в кармане у Путина, мы говорим, Владимир Владимирович, солнце наше, Набиулина тебе обчистила на 200 миллиардов долларов. Но в этой ситуации она тоже знает о подобных высказываниях и экспертных мнениях. Она говорит, а что вы хотите, чтобы я все тогда растранжирил? Нет. Что она говорит, меня совершенно не волнует, поскольку она человек безграмотный. А в рамках ее политики, разумеется, она специально ведет политику, в которой другого выхода не было. Есть другая политика, с которой вполне можно было бы работать. А другой политики еще поговорим. Да. Это отдельно. Размечательно. Да. Значит, мы поговорим. На самом деле мы это уже много раз обсуждали. Это политика превращения рубля в инвестиционную валюту. Но дело не в этом, а дело в том, что для того, чтобы Путин не мог договориться с Трампом, а действия уже совершаются, да, Улюкаев арестован, Улюкаев важный человек, да, он контролировал оборот золота в Россию, много еще чего контролировал в рамках вот этого вот либерального контроля за финансовой и экономической ситуацией. То есть, как за то, что он подписывал эти мрачные апокалиптичные прогнозы, он на самом деле контролировал серьезные акты. А его взяли и арестовали. И они возмущены, естественно, все. Для них это удар? Ну, конечно, естественно. Потому что это означает, что теперь любого из них могут. У них, конечно, есть командная политика, но каждый из них за свою-то шкуру опасается. Они все воры, это тут даже и вопросов нет. И по этой причине не понимают, что арестовать можно любого. И это их страшно волнует, до безумия. Вы по поводу того, что они воры, так для красного слова... Нет, это факт. А чего? Вы считаете, что они не воры? Посмотрите, какие у них активы, какая у них была зарплата всю жизнь. Не, они, безусловно, воры. Даже вопросов нет. Не, ну как бы про некоторых так просто вообще известно, что они воры. Да, как бы как-то злые языки. Да, ну просто в силу того, что я в 90-е годы работал в правительстве, я себе примерно представляю масштаб доходов, которые они получают. А ведь действительно, я когда посмотрел биографию господина Улюкаева, они же перемещаются на протяжении последних 25 лет, реально. По разным вот группам. То в ЦБ, то Минфин, то Минэк. Ну да, ну да. И вот так, то СОВ, кто аппарат правительства, кто администрация. Вот они вот так вот бегают вокруг. Да, я могу вам сказать, биографию Улюкаева с 91-го года. Личный помощник Гайдара, зам Гайдара в институте Гайдара, руководитель секретариата первого вице-премьера Гайдара, опять заместитель Гайдара в институте, первый замминистра финансов, первый зампредсб, министра экономики. И они все так крутятся. Но единственное, кто чуть-чуть пострадал, это Набиуллин. У нее был момент, когда она вроде бы была никем. Но когда ее Греф съел, то есть у нее был момент, когда она решила схорчить Грефа, будучи его первым замом, и не рассчитала свои политические силы. Но дело не в этом. А дело в том, что то, что они воры, ну как бы вопросов. Если им не нравится, пускай подают в суд. Это не проблема. А проблема в другом. Подадут. Заявление жесткое. Не подадут. Не подадут. Не подадут, да. Ну, на самом деле, еще раз повторяю, ситуация банальная. Вы берете стоимость их активов, вы берете их официальные налоговые декларации. Несопоставимо, да. Очень часто некоторые из них говорят, ну, мы в такой-то промежуток времени, там, один месяц неважно, работаем в бизнесе. Вот, собственно, оттуда такая генерация. Они заплатили за этот бизнес, да. Ну, видите, ну, не надо, да, ну, богу ради, да. Все они участвовали в приватизации. Михаил, скажите мне, что хочет Кудрин? Вот еще раз. Я хочу, чтобы это дошло до наших телезрителей. Вот он разрабатывает сейчас некий план. Кудрин хочет реализовать ту программу, которую не додали реализовать Гайдару в 90-е годы. Ему нужно, чтобы все пенсионеры умерли, чтобы здесь не было инженеров, чтобы здесь не было образования, чтобы здесь было большое некоторое количество работяг, которые обслуживают трубу. Все, больше ему не нужно ничего. Ну, вы так мочите прям. Ну, я как бы что. Я видел, что они делали в 90-е годы. Это 2-0. Получается 2-0. Ну, да. Это просто в чистом виде повторения. И они понимают, что если это они не сделают, почему они так спешат? Почему столь цинично? Это попытка, да. 20 января вот уже. Это попытка, да. 20 января инаугурация. Когда Трамп встречается с Путиным, непонятно. Ну, уж не раньше марта, да. Скорее, где-то ближе к маю. Вот до этого времени надо заставить Путина сделать шаги, от которых он не сможет отказаться. А Путин, между прочим, сказал, мне к маю нужна программа до 2025 года. Эти люди не могут написать программу до 2025 года. У них вся программа какая, да. Вот социальную политику убрать, все убрать. И дальше мы будем ждать. При этом они говорят, экономика будет расти. А воронка нас в безопасности. Да. Я напоминаю, у них совершенно типа, мы сначала немножко упадем, а потом начнем расти. Вспомните, что говорил Чубайс? Да, в результате моей реформы электроэнергетики тарифы чуть-чуть вырастут, но потом начнут падать в результате конкуренции. Что мы видим? Они растут непрерывно, причем быстрее, чем они росли до того, как сделали реформу. По неволе возникает желание объединить все обратно, ликвидировав все промежуточные звенья. Очень хочется. Но я думаю, что так оно тут дело. Еще один человек сегодня отличился. Это Герман Греф. Собственно, в нашем обзоре вы слышали его комментарии, что России нужны интенсивные реформы. Это прямая цитата. Очень любит он англицизмы добавлять в свою речь. Но тем не менее, там в сухом остатке надежды на Минэкономразвитие и на господина Орешкина. Вы знаете, это глупости по банальной причине. Во-первых, в Минэкономразвитии нет людей, которые занимаются стратегическим развитием. После того, как Греф пришел, остатки госплана старого были ликвидированы, с тех пор там нет людей, которые умеют выстраивать стратегические планы. Их просто нет. Вы поймите, что они делают. Они говорят, что мы сейчас сделаем некоторые институциональные преобразования, и в результате придут инвестиции, и все заколосится. При этом, если инвестиции не приходят, они говорят, что мы не виноваты, мы же все сделали. Но они еще добавляют нужные структурные институциональные структуры. И самое еще главное, приватизация. Результат – это когда все заколосилось. Если не заколосилось, это провал. Работа господина Грефа – это провал. Мы имели экономический рост за счет роста нефтяных цен. Все. Как только нефтяные цены закончились, мы увидели результат. Реформ господина Грефа. Полный пшик. Надеяться на Орешкина тоже глупо. При этом Греф, по крайней мере, из себя строил стратега. Он и сейчас еще пытается строить. Но Орешкин даже строить не будет. Орешкин – бухгалтер. У него горизонт планирования – год. Он – бухгалтер. Вы знаете, у либералов всегда была мысль, поскольку у России труба и 15 миллионов человек. Вся стратегия будет у тех нефтяных компаний, которым эта труба будет принадлежать, вместе с месторождением. Поэтому стратегия не нужна. А вот бухгалтерия, Минфин, нужна, потому что с 15 миллионов нужно налоги собирать, еще чего-то нужно делать. По этой причине у них всегда была мечта присоединить стратегическое министерство, министерство экономики к министерству финансов. Собственно, Гайдар первое, что сделал, когда стал ИО премьера, объединил министерство экономики и министерство финансов под эгидой министерства финансов. То есть он стратегию ликвидировал. Но сейчас назначение произошло, но все-таки слияния нет. Не получилось, да, не получилось слияния, но они его протащили косвенным образом, назначив представителя Минфина, руководителями министерства экономики. То есть нынешний министр экономического развития это креатура вот этой группы. Неважно, как он креатур, он бухгалтер. Он представитель... Но он всегда был бухгалтером. Да, он всю жизнь занимался финансов. Я Максима хорошо знаю, еще вот с Креди Агриколь. Ну, я его тоже знаю. Он, когда работал в Креди Агриколь, у меня, когда у меня была передача на РБК, я его интервьюировал. Поэтому я хорошо понимаю. Я же не говорю, что он плохой, нехороший или еще чего-то. Но он не стратег. У него жанр другой, да, он не стратег. И стратегом он не будет никогда. Потому что ему уже 34 года, он уже сформировался. Ну, или ему нужно 10-15 лет многократно над собой работать путем работы средним звеном в стратегическом... Вот если будет назначен министр-стратег, то если Орешкин лет 8 проработает в этом министерстве начальником департамента, то, может быть, из него получится замминистра. Стратегическое министерство. Но не факт. Не факт. Смотрите, а параллельно Михаил... Но при этом он может оказаться вполне приличным министром финансов. Понимаете, да? Это разные профессии. Ну, бессмысленно. Если вы берете футболиста, ну, хоть вы его там палкой бейте. Вы не можете его заставить выступать за сборную в прыжках в высоту. Ну, при всем желании. Да, мы другого не имеем. Параллельно идет ужесточение фискальной политики. Опять-таки, вот к обзору. Смогут списывать денежные средства, зарплатных карт. Ну, это в чистом виде. Ну, вспомните, да, мы же с вами учились в советской школе. Как поступали с рабочими при капитализме в царской России. Там была система штрафов. Зарплата вроде была большая, но зарплату на руки не выдавали. За каждое малейшее нарушение мастер выписывал штраф. И в результате, под конец, на руки выдавали полный пшик. То есть, в результате зарплата оказывалась сильной. А формально тут абсолютно то же самое. А вы думаете, что это может привести к социальному недовольству? Может, они этого не понимают. Вы меня простите, у меня тут был, как это, опыт, да? Я чуть было не сказал по-грефовски, иностранное слово, извините. Значит, очень интересно. Я был в парламентской газете на круглом столе, посвященном итогам сессии Госдумы. И там были депутаты, которые радостно объясняли мне, что они уже два года не меняют налоговую систему, и поэтому налоги не растут. Я им говорю, что, ребят, вы где живете? Вы больные? Поймите, люди живут в реальной ситуации. Вот мне пишут, да, у меня налоговая нагрузка выросла на две трети. Не на пять процентов, не на десять. На две трети вот за эти два года. Они говорят, это не мы, это может быть по администрированию. И вообще это не налоговая, возможно, протяжение. И вообще это не налоговая, это может быть, как это, страховые. Я говорю, ребят, еще раз повторяю, вы где живете? Люди живут в реальных условиях. Им глубоко начхать. Если вы пишете такие законы, что можно администрированию увеличить налог в пять раз, то это значит, что вы работаете плохо. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть это на самом деле совершенно классический вариант, что, как это, страшно далеки они от народа, как писал Владимир Ильич Ленин, я не боюсь этого слова, описывая, правда, декабристов. Вот. Но вот они страшно далеки, они вообще не понимают. Они живут в неизвестном мире, на неизвестной планете. Это вы сейчас про депутатов. И про депутатов, и про министров, про всех. Ну, министр-то это безусловно. Здесь я соглашусь. Я хочу вернуться к одному из главных ваших тезисов, в котором вы говорите, в общем-то, участвуя в различных публичных мероприятиях. И сегодня вы уже покасательно об этом заговорили, об инвестиционном рубле. Я хочу, чтобы вы доходчивым, все-таки простым, не профессионализмом, а доходчивым языком, объяснили нашим телезрителям. Вот в чем суть? Суть следующая. Для того, чтобы предприятие могло работать, у него должно быть одно очень простое условие. Оно должно получать в виде доходов чуть-чуть больше денег, чем оно тратит в виде расходов. Если меньше, то нет. На Западе немножко по-другому. Там очень крупные корпорации могут себе позволить жить на текущем отрицательном балансе, потому что у них есть система рефинансирования. Но там у них есть, грубо говоря, кредитование под активы и т.д. Но для нормального предприятия, малого, среднего и даже, в общем, крупного бизнеса, но реального сектора, эта вещь категорически необходима. Это вопрос выживания. Да, совершенно верно. При этом значительная часть затрат – это обслуживание кредитом. Грубо говоря, вы должны взять кредит, закупить комплектующие, что-то собрать, заплатить зарплату, заплатить аренду, заплатить электричество, сделать продукт, его продать. Если вы не возьмете кредит, то кто-то вам должен эти деньги дать. Потому что заказчик стопроцентную предоплату не даст никогда. А иногда он и 10% предоплаты не дает, потому что у него есть конкуренты западные, которые вообще все предлагают вперед. Значит, если у вас стоимость кредита 25%, а у вашего конкурента западного 2%, вы не можете быть конкурентоспособны. То есть мы должны обеспечить, чтобы наши предприятия могли получать дешевые деньги. Это вопрос к Центробанку? Более того, это должны быть длинные деньги, если речь идет об инвестициях. Потому что сегодня картина следующая. Если у вас есть 100 рублей, и вы их 1 января переводите в доллары, то продавая эти доллары в конце года, вы получите заведомо больше, чем от любой хозяйственной деятельности. Норма прибыли не 5%. Норма прибыли не 5%. Ну, по прошлому году была около 100%. Ну и все. И у вас все банки и все финансовые институты только этим и занимаются. Финансовыми спекуляциями. Существуют разные инструменты ограничения финансовых спекуляций. Но в нашей стране, в рамках Вашингтонского консенсуса, они все запрещены. Но тут же начинают народ пугать тем, что Хазин, Глазев предлагают ввести валютные ограничения. Да, мы предлагаем ввести валютные ограничения. Народ на ушах. Почему? А народу никто не предлагает. А народу никто не предлагает. Спринт вокруг обменных пунктов. Народу никто не предлагает. Если ты хочешь уехать куда-нибудь, в Египет, или еще куда-нибудь, в Таиланд, чем проблема? Меняй рубли на доллары и езжай. Но только если у тебя зарплата 50 тысяч в месяц или 100 тысяч в месяц, а ты вдруг решил поменять 2 миллиона долларов, то тебя спросят, откуда денежки? Вот это да, вот это нормально. И кроме того, скажут, налог заплати на валюты обменной операции. И если ты меняешь по 10 тысяч долларов каждый день, то тогда, соответственно, тебе придется заплатить много. Но у нормального человека нет такой проблемы. А валютные спекулянты это не есть. Но зато они очень шумные и истеричные. Да, разумеется, они шумные и истеричные. Банки должны кредитовать реальный сектор. У нас нету таких банков. Они все ликвидированы. О, вспомнил в этой связи... Опять-таки интервью. Превращение рубля в инвестиционную валюту это большая комплексная программа, куда входит и промышленная политика, и структурная политика, и налоговая политика, а налоговую систему надо менять, потому что налоги нужно снижать. Потому что у нас... В чем вся проблема? В нашей экономике, в силу того, что государство видит только несколько отраслей, а все остальные пытаются от нее спрятаться, у нас, соответственно, сфера оборота рубля очень низкая, легальная. И в результате налоги маленькие. Мы должны налоги понизить, а сферу рубля можно увеличить в разы. Я уже рассказывал про то, как мы в 90-е годы... Я тогда был начальником департамента кредитной политики. У меня работа была такая. Мы считали, что будет, если мы начнем программу восстановления сбережений граждан, ликвидировать той же самой шайкой, Гайдара, Чубайса, Кудрина, Набиулина и компаний. А если мы начнем восстанавливать сбережения через строительство новых предприятий на эмиссионные деньги? Мы с интересом обнаружили, что у нас не инфляция в стране, а дефляция. Дефляция. Потому что сфера оборота рубля растет быстрее, чем количество денег. Но не дали же реализовать? Нет, не дали, конечно. Чубайс же и закрыл в 97-м году. Лично. Потрясающе. Вот в этой связи у меня возникает вопрос. Ну я прошу прощения, но вам же объясняют. Кудрин, вернейшая, соответственно, шавка Чубайса, все время за ним бегал. Да что такие ярлыки-то вешать? Ну как, да, Шерхан и Шакал, табаки же, ассоциации детские еще. Так вот, он же, соответственно, он говорит, социальные программы убираем, оборонку убираем, нацбезопасность убираем, здравоохранение убираем, школы убираем. Ну и что, и чем вам это лучше Чубайса, если его 30 миллионов могут подохнуть, они не вписались в рынок. Кстати, сколько умерло? Около 30 миллионов и умерло. Так что что-то... Вот за эти четверть лет. Да? И все-таки я вновь в третьей попытке попытаюсь воспроизвести, как вы говорите, непрофессионала, да, госпожу Набиулину. Я не могу к ней, вот как вы, относиться, как она все-таки председатель Центрального банка России. Очень серьезное учреждение. Вы знаете, а вот, соответственно, император Каллигула, он в Сенат в очень серьезное заведение. Я понял. Наконец-то его назначить. Что же сегодня такое? И все-таки, Михаил, позвольте мне сформулировать этот вопрос. Она говорит о том, что... Ну действительно, вот есть эксперты, опять-таки, намекая и на ваше мнение, которые убеждены, что вот надо снижать ставку, надо всячески расшивать деловую активность через денежную массу, вбрасывая ее целевым образом. Ну, там есть нюансы. Собственно, это не самое важное для зрителей. Важное принципиальное расхождение в этом вопросе. И Набиулина говорит, ну да, я слышу такие мнения, но куда они будут вкладывать? В какие проекты? Если сам частный бизнес, который получал кэш в 15-м году, не инвестирует в собственное развитие? Да и богу ради. Еще раз повторяю, какой смысл инвестировать куда-то, если у вас операция... Нет, я ее именно цитирую. То есть она вам пытается вернуть... Но она сама создала ситуацию, при которой самые выгодные это валютообменные операции, и теперь удивляются, что все туда вкладываются. Она еще удивляется тому, что никто не верит ей. Конечно, ей никто не верит, разумеется, потому что она неадекватна. Понимаете? Невозможно. Ну, как бы, человек, который устроил в декабре 2014 года... Вы же поймите, да? Команда была на девальвацию. МВФ дал команду. Но она же устроила шоу феерическое. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что вся команда Набиулина. Ну, они же смотрят на начальника, да? Они все шур-шур-шур узнали и стали звонить своим знакомым банкирам. Говорят, ребята, сейчас будет девальвация. Вы там давайте спекулините, а за то, что мы вам сказали, точно день и час вы нам долю малую или не очень малую. Я боюсь, что после сегодняшнего разговора они точно подадут. За что? Злые языки страшнее пистолета. Я же слухами, да, земля полнится. Вот. Ваше оценочное суждение. Мое оценочное суждение, да. Ну, вот. Ну, вот. Значит, и в результате получается совершенно замечательная картина. У вас банки начинают раскачивать рынок. Мало того, что там колебания, они его еще раскачивают максимально сильно. Вот. Ну, и после этого, разумеется, все на нее смотрят и понимают, да, что у нее там какой-то, ну, инсайдерский сговор, да, он виден. Да, ну, вот вам результат. Как же можно верить человеку? Мы же не знаем, какой у них там сгофр. Ну, и о чем речь идет. И все-таки, вот если говорить об антикризисных мерах, все-таки экономика, это не шуточное дело. У нее есть свои достаточно жесткие законы. Учитывает, она фактор Силуанова, Кудрина и Набиулина не учитывает. Она показывает то, что сейчас видим. Она показывает 4 года спада. 25 месяцев падения реально располагаемых доходов населения. Ну, понимаете, с реально располагаемыми доходами сложно, потому что я подозреваю, что они начали падать уже в 2012 году. Но поскольку наш Росстат, он все-таки норовит показать картинку чуть-чуть лучше, чем есть на самом деле. Но будем основываться на этом. Все-таки это тоже 25 месяцев подряд. 25 месяцев – это 2 года. Это 2 года. Ну вот. А в реальности 4. С 4 квартала 2012 года. И я вот предугадываю... Они просто продемонстрировали, почему 25 месяцев. Это как раз декабрь 2014 года. Тут уж никак нельзя было показать рост. Ну, никак. Все-таки вот этот вопрос по поводу реально располагаемых доходов государства. Ну, по крайней мере, по тому федеральному бюджету, который уже утвержден, я вообще там не вижу никаких стимулов. Более того, Минфин постоянно пытается кого-нибудь подрезать. Вот эта история с здравоохранением. Я вам еще раз говорю. Нет, так они же и врут. Силуанов говорит о том, что мы через ОМС будем покрывать те средства, которые были секвестированы в федбюджете. Но это же ложь, потому что все знают, какая ситуация с фондом ОМС. Ну, потому что они, соответственно, им спрашивает Путин, а где? Он говорит, «Ой, Владимир, у нас тут есть вот такая штука». Путин успокаивается. Они, соответственно, снова... Они лгут президенту? Они непрерывно лгут. Они сами себе лгут, они друг другу лгут, они президенту лгут. Ну, они даже МВФ лгут. А вот если действительно... Я знаю ответ на этот вопрос, но я с позиции наших телезрителей. Ну, хорошо, вот Хайзин сидит и отлично рассуждает. И здесь прав, и здесь мы с ним согласны, и здесь. Но они-то на баррикадах, а Михаил в студии. На каких баррикадах? Они, дескать, вот экономикой пытаются управлять и как-то ее выравнивать, как они ее назвали. Это новая нормальность. И в качестве главного аргумента приводится тезис. Нормальность это сказал Ларри Саммерс. Да, а они стали тиражировать. Они стали тиражировать. В чем состоит новая нормальность? Я не понимаю. Что они сделали много... Инфляция на максимум... исторических минимумах. Кто сказал? Все говорят. Вы в магазины ходите? Я прошу прощения. Иногда. Не так часто, как моя супруга. Ну вот. И что, хотите сказать, что у нас сколько там, 5% роста цен? Или 8? Я думаю, что у нас 25% как минимум. За год-то. Ну сравните цену на творог, на хлеб, на все остальное. На молоко. На молоко. И что? Я вот просто последний раз покупал молоко, меня впечатлилось. Нет, это разумеется, что они делают. Если вы правильно... Но они же докладывают о том, что у нас самое там историческое главное достижение инфляции. Это делается следующим образом. Ну, например, я просто рассказываю. Да я же, прошу прощения, я статистикой занимался. Рассказываю. Да есть в корзине потребительских товаров. Там она разделена на блоки взаимозаменяемых товаров. То есть у вас есть группа мясо, и там есть товар бифштексы, а есть товары фарш. И вот у вас в эту неделю цены на бифштексы выросли на 5%. А фарш не вырос. И вы включаете в корзину фарш. Постоянное изменение методологии? Через неделю бифштекс не вырос, фарш вырос на 5%. Включаем бифштекс. Фарш убираем. А фарш убираем. В результате у вас за две недели рост цен 0%. А на рынке плюс 5%. Это абсолютно типовая ситуация. Они меняют корзину непрерывно. Это только один из вариантов. Есть еще много других. И все-таки вернусь к тезису о том, что необходим реальный антикризисный план. Не вот та бумажка, которая была подписана в начале этого года господином премьером. Даже серьезные люди никто не обсуждает эту бумагу. Хотя она, в общем, пафосно называлась. Сейчас все говорят, ну ладно, да. Я-то с этим не соглашался. Мне еще с мая месяца, Михаил, стали говорить о том, что 2016 год – год упущенных возможностей. У меня глаза округлялись. Я говорю, что значит упущенных возможностей? У вас еще полгода надо работать. Ну, теперь у нас новая мантра. Дескать, ну ладно, если не в 2017-м, то с 2018-го точно попрем. Ну, вот я еще раз повторяю. Сейчас у них основная задача любой ценой – заставить Путина принять решения, которые будут неприемлемы для Трампа. Чтобы Трамп сказал, этот – он шестерка у команды Клинтон. Я не буду с ним работать. Вот это главная задача. Обращаю ваше внимание. Именно такая же, такая работа была проделана с Си Цзиньпином. Си Цзиньпин, у него были предложения к Путину. И по Великому Шелковому пути, и по другим направлениям. Но довольно быстро в Китае стали понимать, что Путин кидал его. Потому что все договоренности, которые он делает лично с Си Цзиньпином, опускаются на уровень правительства и целенаправленно торпедируются. И после этого слова о Великом Шелковом пути прозвучали в Астане. Сам Великий Шелковый путь идет мимо России. Ну и много еще чего. Только бледна лица собака дважды наступает на одни и те же грабли. Вот в более мягкой формулировке по поводу российско-китайских отношений я также слышал мнение людей, которые вовлечены в эти процессы. И мне в унисон все говорили, что китайцы готовы не то что с нами сотрудничать. И японцы, и корейцы. Но после договоренности на самом высоком уровне, когда и руки пожали, и даже какие-то протоколы о намерениях подписали, дальше действительно идут исполнители. То есть это уже не президентский уровень, это уровень правительства, министерств, ведомств и так далее. И вот там, мне говорят, проблема в нас. Я также вот смотрел на эксперта и говорю, что значит проблема? Президент дал поручение к исполнению. Я объясняю, там сидят люди, для которых есть позиция МВФ. И они выполняют позицию МВФ, любое экономическое сотрудничество через Вашингтон, через МВФ. Но теперь, но Вашингтон теперь другой. Но будет другим. Я обращаю внимание, в чем состоит задача либералов, их стратегический план. Если Путин договаривается с Трампом, то либеральную команду будут убирать. Это для них катастрофа. По этой причине ключевая задача продемонстрировать Трампу, что Путин кидал его. Точно так же, как это продемонстрировали Си Цзиньпину. И тогда, может быть, Трамп начнет давить, чтобы Путина заменить. А тогда либералы, пользуясь своей силой и контролем над правительством, смогут поставить своего человека. Ну совсем своего человека. Такие суровые вещи произносится. Это политика. Это политика. Я же книжку написал. Лестницы в небо. Я в курсе этого. Я даже ее прочитал. Она очень впечатлила. Очень впечатлила. Причем не в качестве рекламы, но я действительно ее рекомендую нашим зрителям найти. Порой тяжело в моментах ее читать. То есть там надо осмысливать и контекст тех событий, которые вы описываете с коллегой. Кстати, там два автора. Да, конечно. Но это действительно очень интересная работа. Я обращаю ваше внимание, то, что я рассказываю, это как бы абсолютно укладывается. То есть это не есть какая-то абстрактно уникальная ситуация. Она достаточно типовая. Еще раз повторяю. То, что сейчас разыгрывают с Путиным, с Трампом, уже разыграли с Синь Цзиньпин. Да. Скажите мне, Михаил, вот хорошо, 2016 год, ну вот как-то так получилось. Слава богу, уходит, да? Наверное, надо так сказать. Со своими проблемами. Всякосный год, тяжелый. Тяжелый год. Вот, но в 2017 году, я сейчас не про Кудриной и не про вот тех, кого вы не очень так лестно величаете разными эпитетами. Да я просто факт констатирую. Но ситуация такова, даже с точки зрения обнищения наших с вами соотечественников, более 20 миллионов. И просвета нет. Я общаюсь и бываю очень часто, как это говорят, в российской глубинке, да? Я тоже. Я очень люблю Россию и люблю путешествовать именно по своей стране. Я тоже. Более-менее у нас областные центры и столицы, более-менее. Очень большие проблемы. Но если вглубь идти, то там ужасно. Ну а... Причем даже далеко отъезжать от Москвы не надо. Да? Что предпринять-то в 17-м году? Вот хотя бы на экспертном уровне. Нет, мне сложно сказать. Да, я могу сказать одно. Да, что если начинать вот эту вот программу, которую можно условно назвать импортозамещением, ну, индустриализацией, да, выражаясь по-советски, то мы можем за 2-3 года выйти на устойчивый рост. Где-то примерно... Ну, если форсировать, то на 15 лет с темпами 10%. Если целенаправленно не форсировать... Реально, 10%. Да. Если не форсировать, то, скажем, 4-5%, то лет на 40 хватит. Но это тоже неплохо, то 4-5. Спокойно, спокойно, да, лет на 40 хватит. Вот. И тогда дальше можно там строить. У нас там к нам просится Япония, к нам вот-вот попросится Корея, к нам уже попросилась Турция. Это все хорошие страны с точки зрения экономики, но у них они не как бы идеи-центричные, да. Вот идеи-центричные мы. То есть выстроить новую конструкцию, экономическую модель, они не могут. А мы можем. Ну, собственно, мы это уже продемонстрировали. То есть теоретически у нас для этого все есть. Но для этого надо соскочить вот с этой вот либеральной иглы. Если этого не сделать, то вот катастрофа. Да, обращаю ваше внимание, да, что ведь людей же... Вы поймите, но представьте себе на секундочку, да, что вот у вас... Вы зарплату получаете на карточку, вам надо кормить детей двух, там, двух или даже трех. И вот вы получаете зарплату, и у вас в тот же день с карточки снимают деньги. И у вас нет даже уверенности, что это не жульничество. Мы что, никогда не слышали? Что это не ошибка? Я с этим сталкивался, я прошу прощения. Тут мне пришло, бумажка пришла, уведомление от судебных приставов. Что с меня сейчас начнут снимать деньги. Что вы задолжаете? Штраф 3 тысячи рублей. Якобы неоплаченный. Замечательная история, да. Но у меня, я вот в момент уезжал в командировку, жена моя взяла штраф, штраф был гаишный. И поехала в ГАИ, на Садовую самотечную улицу. Пришла туда, говорит, ну правда надо отдать им должное, там сейчас порядок. Вопрос решился в течение двух минут. Они говорят, простите, нас банки не уведомляют, что вы заплатили штраф. Вот вы нам принесли квитанцию, мы у вас все снимаем. Дальше она поехала к налоговым приставам. Те говорят, никаких нет проблем, сейчас снимем штраф. При этом говорят, какая жалость, что к нам приезжают только такие, как вы. А те, с которых реально нужно взять деньги, они от нас почему-то бегают. Но самое замечательное другое, это рабочий день. У всех есть рабочий день так бегать. И это в Москве, а если это не в Москве, где еще не сделали так. А если, соответственно, это какой-нибудь оператор, соответственно, который, в котором, ну мы же все знаем, да, что регулярно бывают ситуации, при которой операторы мобильные выписывают неправильные счета. Там просто ляпа бывает. И все, и у вас нету заработных планов. Более того, банки ошибаются. Банки ошибаются. Я был в шоке, когда мои близкие друзья оказались с должниками такими, они не в жизни брали этих денег. Ну это не важно, а кредиты эффективные. Вы же простите, наши копии паспортов-то всюду. Ну сколько есть копий моего паспорта или вашего? Сотни, две, три. Любой человек может попытаться. С нами трудно. Мы публичные фигуры. Можем устроить публичный скандал. А есть ли это рядовые обыватели, которые живут, но не впроголодь, ну вот у них там папа, мама, двое детей. Они работают. Их зарплаты вот хватает ровно на содержание еды. И у них с карточки списывают деньги. Куда им бежать? Им детей надо кормить. Ну, знаете, это как бы запредельно, да? То есть они целенаправленно... Ну я прошу прощения, я же говорил про это. Что правительство целенаправленно поднимает народ на бунт против Путина. А что говорится народу? Говорят, народ. Ну смотри же, народ. Почему ты проголосовал за этих депутатов? Потому что их поддержал Путин. Это путинское правительство. Ну и все, вот что. Вот оно. Завершая наш разговор, буквально полтора минуты у нас. 2017 год – это год. Вот я хочу ваше мнение. Год, да. Это год. Год. Чего год? Я могу сказать, чего. Да, это год новой Ялтинской конференции, новой Бриттенвудской конференции. Это год, в котором будут приниматься новые правила игры. У нас есть возможность стать ключевыми игроками. Или же, наоборот, оказаться на... Да. Или, наоборот, оказаться на обочине цивилизации. Именно сейчас решается. Мы будем игроками, или мы станем территорией, которую вытрут ноги, ну и... И прямая корреляция этих двух факторов с собственной ситуацией в отечественной экономике. Варианты, да. Вот либералы нас тянут в это, в территорию, на которой все будут... Ну, вспомните, как интервенты. Да, те же люди, да. Ведь интервенции устраивали те же самые либеральные реформаторы, которые пришли к власти в феврале 17-го года. Царя батюшку скинули, кстати. Они. И вот эти же люди сегодня управляют вот этот Керенский. Вот Леша Кудрин и Керенский. Вот как бы два сапога пара. Один к одному. До одного масштаба личности. В общем, я думаю, что Керенский-то посильнее будет. Он хоть языки иностранные знал. Мы здесь можем тоже предположить. Один-то точно знает. Нет, нет. Нет? Нет. Ох, тяжелый у нас разговор получился. Но хочется надеяться, что действительно в 17-м году... Говорить правду легко и приятно. Мне было приятно провести с вами это время. Спасибо огромное. С наступающим. Надеюсь, с наступающим. И вы были достаточно частым гостем нашей программы. Надеюсь, что и в новом 2017-м году мы также будем встречаться. И честно, вот так вот предметно говорить о происходящем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сегодня у нас был специальный гость в главной теме, известный российский экономист Михаил Хазин. И, собственно, мы рассмотрели тему «Экономика России. Взгляд Хазина». С нашим экспертом вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Мы, и главная наша цель, даем вам пищу для размышлений. Думайте, анализируйте и, собственно, принимайте свои личные решения. Это самый важный момент во всей этой истории. Это реальное время. На телеканале «Царийград» по будням с 19 до 20 по Москве мы обсуждаем самые важные и злободневные темы. Меня зовут Юрий Пронько. Удачи вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин